друзья приветствую всех сегодня у нас кадре замечательный японский мопед honda dio 27 так значит в общем то по какой причине он здесь часть видео на канале у меня посвящена этому мопеду как я купил как его так сказать ставил на ход вот принципе это и этот сезон я точнее зиму не сезон я с ним ничего не делал прошлом году там кое-что перебирал по поводу вариатора поршневой есть видео кому интересно можно посмотреть на канале в принципе так он у меня зиму и простоял весной я его достал тоже ничего такого особо не делал поменял масло в редукторе и все в принципе а сейчас ну как сказать активно и особо его не использую катаюсь на дачу я в этом году его не отвез вот и в основном езжу на нем купаться это примерно где-то туда-обратно 20 километров там может чуть поменьше до карьера бывает даже по два раза за день езжу туда-обратно где-то с ракетик вот так и обратил внимание появился такой как назвать не знаю правильно шелестящий такой звук но скорее всего я думаю что это со стороны где забор воздуха то есть вот здесь вот у меня такое было уже то что попадает либо травинка либо к эта веточка и начинает за крыльчатку так шелестеть ну а вообще сейчас хочу его отмыть весь пыли отмыть как следует и снять крышку вариатора посмотреть что там с вариатором то что сезона не смотрел в этом я побольше чуть катаюсь почистить промыть глянуть в общем сейчас все это дело я помою и посмотрим что там залил пеной все что я поставить немного отойдет этот песок весь смою чуть подсохнет он и можно будет уже начинать скручивать крышку так друзья отмыл все сейчас будем скручивать крышку вариатора не помню уже надо снимать фильтр по моему здесь он у меня не мешает значит круче смотрим а Ну крепеж я весь открутил, попробую в сборе ее снять. Так, что мешает? Так, думаю, надо ее на раз половине. Все равно грязная здесь, в земле. Так, что у нас с этой половиной? Ну, видно, грязная от ремня. Здесь, в принципе, грязи не так много. Ну, замою все равно все. Бендикс весь. Блядь, а бендикс не вытащить. Если чашка не снята. Чашку я не хочу лишний раз раскручивать. А, не, я забыл уже все. Ну, значит, протирают и все. Ремень живой, вообще нормальный. Свечку потом еще гляну, что там со свечкой. В общем, такое видео ни о чем. Здесь немного видно грязи есть. Ладно, сейчас это все замываю. Собираю обратно. Все в порядке здесь. Все отлично, даже можно сказать. Чуть видно на этих, на направляйках. Под закисло, может быть. Держалось. Когда крышку сдергивал. Да, пару слов про ЧЗ. ЧЗ пока стоит. В таком же состоянии, в принципе, как и на предыдущих видео. Здесь я ничего не делал. Так, что я сделал? Единственное, что еще не показывал. Я покрасил стаканы. Вилки. В них купил эти кольца стопорные. По-моему, я рассказывал, что их купил. И дальше вилку надо купить сальники. Можно будет собрать вилку целиком. И по переднему колесу немного здесь. Что я сделал? По-моему, вот так. Подшипники я достал. Естественно, они под замену. Были раздолбаны все. Ищу вот эту крышечку. Может, у кого-то есть. Сюда. Приобрел бы за разумные деньги. Либо принял бы в дар. Вот. Меняю подшипники. Подшипники у меня куплены. Вот такие, недорогие, покупал. Здесь стоят 202-е. Два подшипника. Вот она, оська сама. Буду ставить. Так. Опорник я, не помню, показывал. Здесь я все перебрал, замыл. Надо будет смазать. Собрать его тоже. Вот сюда подошло. По-моему, она подошла. Но, насколько я прикинул. Вот эта возвратная пружина. Это от Явы. С заднего тормозного барабана. У меня ее не было здесь вообще. Ну, вроде как она сюда подходит. Я не знаю само положение вот этого зажима, толкателя. Подойдет оно или нет. В общем, надо будет закидывать подшипнички. И собирать переднее колесо. Вот они, старые сальники. С этого. С вилки. Вот сальники. С колеса. Не знаю. Они, по-моему, одинаковые. Может быть, им поискать какую-то замену. Вот этот вообще без номеров. А на этом номера затерты. Может быть, кто-то знает номер этих сальников. Я бы тогда их тоже, конечно, поменял бы. Вот. Ну, в принципе, наверное, все. Диос собираю. Поеду прокачусь, пока оно все подсохнет. Конечно. Вот. Продолжение следует...